есть такие в россии известные сырки творожные называется бою александров это обычно для тех кто не знает это обычно самые дорогие сырки на пол премиум сегмента премиум сегмент действительно вкус мы тут обсуждать не будем в принципе неплохо там все такими вензелями под золото так вот владельцы этого и торговой марки бою александров были вынуждены запустить линейку так сказать эконом сырков сырки будут ну это самое что можно назвать кощунственно сорки будут называться пора есть вот так вот они будут выглядеть а еще будет другая линейка 2 еще дешевле если те стоили типа от 60 оригинальные то пора есть будет стоить где-то 25-30 рублей но еще будет другая линейка сырков которая будет называться своя корова она будет стоить 19 рублей но с растительными жирами с растительными жирами с палевым маслом то есть изначально продукция которая должна делаться на молоке которая должна идти ну конечно это это же тот сегмент который востребован у молодого поколения детишек то есть это то чем балуют детей а это будут делать на палевом масле это и сейчас претерпевает очень большие вот значит вот эти вот катаклизмы очень много вопросов к ряду продукции но теперь да вот эти популярные бренды внутри нашей страны которые действительно являются такими знаете федеральными масштабами да которые в каждом регионе каждом городе на прилавках любого магазина есть их продукция и это действительно определенная планка до которой эти предприниматели достигли и в конечном итоге они говорят ребят это продукция как бы она не нравилась населению людям не по карману то есть мы должны снижать качество продукции мы должны отступать от технических вот этих регламентов да вот продовольственной безопасности в пользу доступности то есть они заменяют качественную продукцию фальсификатом суррогатом опасным для жизни и здоровья особенно любого гражданина детей в первую очередь и приведет это к очень печальным последствиям это рынок это капитализм не стоит задача удовлетворить потребности стоит задача заработать а эта задача заработать она приводит к тому что ищет менее качественное сырье ищет замену для того чтобы снизить себестоимость для того чтобы можно было остаться на рынке но если не могут граждане покупать продукцию которая данном случае представлена значит нужно эту продукцию менять то есть весь мир развивается весь мир шагает вперед российская экономическая модель говорит о том что продукция будет называться пора есть то есть иными словами да отдергивают крепостных отдергивают рабов и говорит пора кушать наступило твое время ты ты проголодался ты голодный вот это тебе должно быть по карману кушай на здоровье то что это будет приводить к онкологии то что это будет приводить к заболеваниям сердечно-сосудистой системы ну потому что пальмовое масло да вот эти жиры они очень сложно выводятся из организма они накапливаются в конечном итоге приводят к тому что возникают страшные заболевания это российская капиталистическая модель не учитывает вопрос выгоды гораздо важнее моральных принципов если до этого момента какие-то предприниматели пытались соблюдать там вот эти нравственные устои то это просто вопрос времени рынок капитализм жажда наживы природа капитала она поменяет поменяет и заставит встать на новые рельсы и вот видите это это как еще раз завалится название баю александр он предприниматель этот насколько мне память не изменяет умер несколько лет назад но соответственно те кто руководит этим предприятием оставили видите название как бренд потому что он действительно себя у многих граждан зарекомендовал пусть это еще раз дорогая продукция до из премиум сегмента но когда хочешь порадовать детишек да ну наверное люди себе во многом откажут но ради детей не пожалеет ничего и здесь видите вот теперь там будет еще больше растительных жиров еще больше пальмового масла на здоровье кушайте не обляпайтесь пара пара пора есть вот так теперь это будет унизительно называться для наших с вами граждан